То есть это не прикол, я никак свалить не могу. Тихо, я убегаю, я убегаю, я убегаю, я убегаю. А-а-а, я понял, где мы вышли, офигеть. О-о-о, так кино всё-таки показывают, что ли? А по-прочему, ничего не придумали? У дурачка, в пасьянс, в 30, в 20, это, 21, в очко. Что это за хрень-то? Ч-пойненько. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в новое видео про хождение игрушки, которое называется My Friendly Neighborhood. У нас новая серия, я заранее извиняюсь то, что немножечко, забыл и забил на соседей. Многие из вас писали. И вот, соответственно, мы возвращаемся, поэтому прямо сейчас поставь большой палец вверх и напиши в комментариях, если ты ждал новой серии по этой игрушке, а также, возможно, какие-то лайфхаки, советы, которые мы здесь также можем применять. Я хочу напомнить, что в конце предыдущего видео мы с тобой открыли какую-то абсолютно новую локацию. Теперь у нас место, где мы с тобой находимся, выглядит довольно дорого-богато. У нас появились новые, соответственно, также и монстры, от которых мы с тобой сейчас будем убегать. Патрушки пока что имеются, хпшки тоже есть, здоров. У нас есть также какая-то бархатная маска в виде лимона непонятного, либо картошки, не знаю, что это такое. И здесь, соответственно, у нас такой уютненький уголочек, который, к сожалению, нужно покидать для того, чтобы дальше смотреть, как здесь все устроено. Нужно лутать, продолжать нам скотч, для того, чтобы связывать дурачков. Нужно... Да-да-да. Да-да-да. Такс, также мы увидели вот этого гигантского, какого-то непонятного, то ли жабу, то ли кого. Ему ничего положить, к сожалению, нельзя. Эти хрени на нас прыгают. Это реально картошка, мистер Путато из истории игрушек. И давай посмотрим вообще, где мы находимся. Мы с тобой находимся... Антенна On Roof, Хотел. Здесь нас почему-то нет. Не ясно. Зашли мы вроде как здесь. Вот плохо, да, знаешь, такой небольшой нюансик, когда ты долго, даже вот три дня мы буквально четыре не играли с тобой в эту игру, и уже все из памяти вылетело, где мы что находимся, как тут вообще играть. Я помню, что мы с тобой в предыдущей серии очень много всего проделали. Мы открыли с тобой лодки, на которых теперь можно плавать. Мы нашли там различные, опять же, выходы, которые можно сократить. Дробовичок нашли, тоже довольно-таки мощный. И... И какая-то странная загрузка. Она очень долгая. И мы с тобой вышли куда-то сюда. А, точняк, мы вначале появились вот здесь, потом я зашел туда, и, собственно, мы с тобой на этом закончили серию. А сейчас, я так понимаю, мы входим в главный парадный вход, в котором, возможно, нас с тобой будет ждать что-то очень интересное. Ну, кстати, да. Большущее количество в ящике для инструментов нет места. Размер... Размер один. Так, нужно что-то либо заюзать, либо выкинуть. Слушай, может быть, мы пока что лимон сбагрим? Я просто честно хз, для чего он мне нужен? А монетки никак нельзя стакнуть? Можно. Монетки можно стакать, запомним. А скотч? Скотч нельзя стакать. Ладно, но этого, в принципе, нам должно хватить, чтобы взять эту штукенцию. Нажми 4, чтобы выбрать пунктуацию. Нажми 4, чтобы... Что? Это типа граната. Я вижу, смотри, справа внизу появилась штучка, похожая на какой-то то ли смог, то ли флешку, но это явно какое-то оружие, которое мы можем с тобой пулять. Так, здесь у нас кинотеатр. Заходим в кинотеатр. МФН. Интересно. Ля, ну хоромы, конечно, звездец. Все в золоте. Ты посмотри. Еще одна маска. Размер 4. Вы угораете? Подожди, может быть мы эти маски должны куда-то ставить? Скорее всего. Только вот вопрос, куда? Либо мы должны с тобой их ставить на штукенцию, которая была в самом-самом начале. Что это? Ага, еще одна хаешечка. Но пока что мы их золотать не можем. Все, 100%, значит нам нужно что-то складывать в хранилище. В смысле? А, мы зашли здесь, окей. Что-то нужно складывать в хранилище, возможно, кстати, маски. Потому что я еще видел какие-то картины вот здесь. Не сюда. А вот здесь у нас что? Подожди, здесь заперто вообще? Нет, здесь открыто. По-моему, мы сюда с тобой ходили. Да, мы сюда зашли. Мы поняли, что здесь особо ничего интересного нет. Здесь есть лифт, который пока что не работает. Его, скорее всего, нужно активировать. Да, не работает. Соответственно, единственная комната, которая пока что доступна на этом этаже, это там, где мы с тобой начинали серию. Мы можем сейчас туда вернуться, посмотреть внимательно на картины. Возможно, ну, смотри, здесь у всех как бы маски есть. Так, как бы такого, что было не видно лица, здесь нет. Я думаю, может, вот на этих картинах что-то такое. Ай! Бляха, я обосрался тебя. Не пугай меня. Я его не заметил. Я смотрел наверх, на картина, тут бац, он внизу такой стоит. Чисто полторашка. Так, вот сюда, может, маску, я не знаю. Не надо на меня прыгать. Не надо на меня прыгать. Тихо, 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 тихо. Они такие рандомные, то прыгают, то нет. Все, окей. Слушай, может быть, нам тогда лучше, знаешь, что сделать? Мы с тобой сейчас бесполезно, мы с тобой, да, бесполезную штуку сейчас проделали. Мы делаем просто загрузочку, оставляем сразу, зная, что нам там придется много чего лутать. Мы с тобой вот здесь сразу оставляем маску. Пока что я не знаю, куда ее нужно класть. Вот у нас осталась здесь маска, хилочка, хилочка пускай пока что будет. Ключ вот этот, опять же, оставим. Квадратный, круглый, не знаю, пригодятся, нет. Шоколадку пока что есть не будем. Ну и, собственно, все. Одну маску мы взять на сцене сможем, этого будет достаточно, надеюсь. Монетки мы можем стакать. Монетки мы делаем, переместить и сюда. Хорошо, все. И вот уже сейчас мы с тобой целенаправленно отсюда выходим, не тратим никакую нашу хпшечку. И сразу идем на главную сцену. Бежим, 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 все. То есть, эта комната реально нужна для сейва, и, возможно, для ознакомления с этими персонажами, больше здесь никакого интерактива, к сожалению, делать не получается. Хорошо, идем тогда сюда. Сейчас, кстати, интересно, загрузка будет такая же, долго или нет. А на втором этаже мы были с тобой? Есть ощущение, что мы, по-моему, вообще вон оттуда с тобой вышли. Откуда-то сверху, я точно помню. Мы такие посмотрели вниз, ни хрена себе. Вот, здравствуйте, мы снова здесь. Тут мы, соответственно, тут ничего нет. Спускаемся вниз, берем розовую маску. Итого у нас уже розовая и желтая лимонная какая-то. И их нужно будет заюзать. Берем. Отлично. Ага, и поперли, чуваки. Засадно меня устроить решил? А что мы с этим делать? Только что мы с этим делать-то. То есть это не прикол. Я никак свалить не могу. Тихо. Я убегаю, я убегаю, я убегаю, я убегаю. Я просто нужно убегать. С ними сражаться, тратить мои патроны, я не собираюсь. А этот что, реально решил? Нет, 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 все. Я хотел хаешечку взять, но понял, что это такая себе идея. И что? Теперь у нас с тобой есть розовая маска. Пойдем вот в эту дверь. Входили мы, по-моему, через стул. Эти маски 100% нужно будет где-то активировать и заюзать. Опа. Да, здесь мы с тобой точно не были. Здесь у нас нету места. Для скотча, кстати, есть это хорошо. Скотч расходный материал, для хилочки нет. Это печально. Из монстров пока что никого, опять же, не вижу. Тихо. Потрошки не могу. Так, слушай, вот по поводу патрошек, это, конечно, тоже. Блоскогуб, кусачки мне, в принципе, наверное, не нужны. Разводной ключ нужен, потому что это, сам понимаешь, оружие ближнего боя. Здесь у нас патрошки. Здесь пусто, ни с чем взаимодействовать не можем, читать тоже. И здесь есть дверь. Запомним, что еще в этих ящиках находится лут. Но пока что выйдем сюда. Так. Звездец. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну я не знаю, давай его вынесем. Минус чел. Сразу его, может быть, скотчем свяжем. Здесь вроде какие-то проходики интересные. Что вот это такое? Заперто. Вот там какой-то розовый символ. Так, вот этого чувака, кстати, можно вынести и с дробовика, потому что он вроде как мощный. Давай, давай, иди, иди сюда. Иди, 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 иди. Ага, до свидания. Все, и тоже связываем скотчем. Окей. Работает спецназ. Что такая, знаешь, музычка? Таинственная. Здесь у нас всякие, опять же, золотые фигурки, саксофон. Эта штука тоже заперта. А вот эта должна быть секрет. Скорее всего, те, которые с розовой штучкой, они заперты. Их нужно как-то активировать. Они, может, электронные двери, я не знаю. А вот эта обычная. Но мы с тобой уже вошли в какую-то зону секретную. Здесь потрошки. Мне интересно, кто сидел такой важный за этим стулом, отдавал там всякие приказы, монетка, жетон. Мне на самом деле потрошки для дробовичка. Я не могу их как-то перезарядить, запихнуть. Потому что они имбовые. Вот что я могу за... Я могу шоколадку взять, конечно, применить, подтвердить. И что она дала? У меня как было, внимание так и осталось. Что за бред? Так, давай тогда хилку саюзаем. Юзаем хилку, соответственно... Это на скорость! Серьезно, шоколадка скорость дает. А что же вы не сказали-то мне? Звездец. И насколько этот эффект? Я могу жестко спидранить под шоколадкой. Охренеть. Давай, давай! Лежи, не выпендривайся. Так, заходим сюда. Тут реально очень важно ориентироваться по карте, потому что можно просто забрести куда-то, куда ты будешь выходить, 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 и все это бесконечно будет происходить. Так, тут я ничего сломать не могу. Вышли мы отсюда, да? Здравствуйте. Ну, тебя мы вынесем, пожалуй, обычным пистолетом. Опять же, свяжем. Сейчас у нас скотча больше, чем чуваков. Ля, реально, шоколадка дает спидран. Здесь заперто. Очень много всяких картин. Ммм, главный офис, а мы с тобой тем временем идем сюда. Хорошо. Уже столько мы дверей открыли. Ага. Этот чел когда-нибудь встанет, сто процентов. Я тебе зуб даю. Мьюзик Студио, ТВ Студио. Офигеть, где мы? Здесь заперто. Там есть наверху дверь, есть внизу дверь. На карте этой мы с тобой никак не помечаемся. То есть, тут реально нужно ориентироваться неясно, почему. Ну, в смысле, по каким там признакам. поет, смотри-ка. Так, то есть, мы спустились вниз. Это у нас ТВ Студио. Можем сходить на ТВ Студио. Мы, по сути, в этом главном офисе сейчас находимся. Просто он настолько гигантский, что здесь есть и ТВ Студио, и Аудио Студио. Вы там что-то записываете? Так, а для этого нам нужен ключ с ромбиком. Нам нужен ключ с ромбиком. Фишка для игры. Возьмем. Опять же, понятия не имею для чего, но пускай будет. Здесь у нас пусто. Чуваки репетируют вовсю, молодцы. Так, хилочку возьмем. Здесь заперто. То есть, что, я к вам в эфир ворваться не могу, что ли? Это печально. Бумажка. На площадке конкурса едоков день какой-то. Зрители ликуют. Играет веселая музыка. Вокруг сцены мигают огни. Рикки в галстуке. Это конкурс едоков. А вот и наша звезда Прожора. Прожора выходит и занимает свое место на подиуме. А, возможно, это тот гигантский чел как раз таки с сортом, который вы с тобой видели в виде золотых этих штук. Это реально звезда у них. Поэтому его монументы-то и стоят. На сцене на пронумерованных подносах лежат разные овощные блюда. Рикки, Прожора, сегодня мы будем угадывать блюда. Я задаю вопрос, а ты съедаешь блюдо, которое является правильным ответом. Все понятно. Прожора тянется к одному из блюд. Нет, Прожора, погоди. Сперва я должен задать вопрос. Готова? Это она, девочка типа. Итак, в составе какого из этих блюд есть цветная капуста? Прожора хватает ближайшее к ней блюдо и проглатывает в один прием. Звучит сирена. Ой, кажется, это неправильный ответ. Но ничего, следующий. И дожидая следующего вопроса, Прожора начинает опустошать поднос за подносом. Тарелки летят во все стороны, зрители ликуют. Нет, 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 Прожора. И потом, видать, что-то пошло не по сценарию, Прожора сожрал просто всех. Красава. Почему бы и нет. Так, то есть, нам, скорее всего, нужно пока что не сюда. Потому что у нас нету этого, ключа с ромберком. Бляха, твою мать, я так и знал, что он встанет. Придурочный. Сдохни. О, господи. Я думал, он наверху будет, а не здесь за углом. Сердечко. Так. Куда нам надо? Сюда? Ну, звездец. Наст, привет! Я друг. Нихрена ты не друг мне. Все, до свидания. Могу связать? Не могу, скотч закончился. Зато потрошки, есть потрошки, но положить мы их не можем. Нужно что-то укомплектовывать. У нас появилась фишка, маску нужно было сложить. Пропуск. Давай хилочку за... А, хилочку не надо юзать. Фак, а что мне делать? Желе. Хилка. Мы можем... Не можем. Ммм... То есть, видишь, для дробовика потрошки... Слушай, а если так много дают патронов на дробовик, может быть, мне его активно юзать? Здравствуйте. Где лов-то? Где лов-то? Гениально. Все, минус челы. Кстати, может, они вообще одноразовые? Может, они потом не встанут? Надеюсь, по крайней мере, на это. А еще я надеюсь на то, что вот этот проход, он будет не в один конец, а что мы здесь куда-то выйдем. Ой, нормально. Ой, музяк играет. Этот хрен тоже встанет. Ооо, фишка. Выглядит увлекательно. Можно попробовать. Так. А мы сейчас будем с ним играть. Ооо, у него ключи надо выиграть. И фишка у меня есть. Все, я понял. Так, а что делать? Как это играть-то? Мне нужно быстрее к финишу дойти или что? Эй, ты не можешь это делать. Почему? Похоже, придется соблюдать правила. Что за бред? Я не понял, как играть-то? Здесь правила на... А, давай сыграем в игру. Нажми на колокольчик, чтобы начать. Когда наступит твой ход, вытяни карту или сыграй карту, чтобы продвинуться на указанное число делений. Побеждает тот, кто первым доберется до конца. Логично. Если попадаешь на Нормана, вытяни карту. Джунбак в ударе. Если начинаешь ход на ее деление, немедленно сыграй верхнюю карту в колоде. Бедняга Ленарт такой маленький, если ты на его деление, можешь разыграть только одну карту, наверное. Ой-ой, если тебя угораздило попасть на прожору, ты выбываешь. Ясно. Я фоткаю эти правила на всякий пожарный. И буду, соответственно, на них ссылаться. Такс. Давай еще разочек. Раздавай. Поехали. Вот верхняя карта была, да? Что? Я сейчас нахожусь нигде. Я, например, хочу сходить на раз, два, три. Если я попаду на на кого? Джунбак. Это получается... Да, это Джунбак. Так. Немедленно сыграй верхнюю карту в колоде. Я хочу попасть на... Да, ладно, Джунбак. Вот, Джунбак. Вот это верхняя карта в колоде? Или что это? Зачем мы ее положили? Немедленно сыграй верхнюю карту в колоде. Ну, то есть, два. Нет, это не два. Почему? Слышь, придурочный. Так, нужно хилку съесть, а то сейчас еще откинемся. Я не понимаю, как играть в эту игру. Чел, ты жульничаешь, мне кажется. Хорошо, давай сходим. Так, а что дает нам этот дурачок? Если попадешь на Нормана, вытяни карту. Хорошо, давай на Нормана попадать. Все, тянем карту. Вытянул. Он положил один. Теперь я хожу раз, два, три. Если я выпаду на Ленарда, можешь сыграть только один. Раз, два, три, потом один. Нормально, ладно. Раз, два, три. Потом один. Один. Ага, живем. Раз, два, три. Если я схожу на три, то он меня сожрет. Я схожу на две. Идеально. Раз, два, три. Если я схожу на три, то у меня будет... Опять Ленард. Я схожу потом на один. А это будет Норман. И я вытяну карту. Все, я хожу на три. Раз, два, три. Да. Потом я хожу... А у меня нету один. У меня один-то нету. У меня один-то нету. Ну, понятно. Все единицы у него. Трэндец, он выиграл. Слышь! Мудила! По-другому не скажешь. Как это выиграть-то? Мне просто с раздачей карт, мне кажется, не повезло, потому что у меня не было единицы. А сейчас вообще тройки даже нет. Раз, два. Ладно. А, мне вот эта штука показывает следующую карту, да? Раз, два, три. Если я попаду на нее, то... То потом один. Хорошо, делаю три. Потом схожу один. А как он так быстро поехал-то? Так, внутри я сейчас тянуть не могу. Могу вытянуть две. Мне бы и сейчас две на самом деле вытянуть. Потому что потом на один... А я хочу три, например. Раз, два. Вот. Вот сейчас, возможно, я затащу, кстати. Угу. Ну, я схожу один. А что еще раз вот эта вот мадемуазель дает? Если начинаешь ход на ее деление, немедленно сыграй верхнюю карту в колоде. Что значит верхняя карта в колоде? The top card of the deck. Ну, то есть, вот эту, да? Но мне в любом случае один ходить. Так у меня нет один. Есть! Идиотские правила какие-то. А попроще ничего не придумали? Дурачка, в пасьянс, в тридцать... В двадцать... В двадцать одно в очко. Что это за хрень-то? Так. Давай все-таки разберемся. Вот сейчас я схожу на три специально. И мы поймем, что значит первая карта в колоде. Точнее, верхняя. Может, имеется в виду, ее нужно взять? А, я понял, что значит верхняя карта в колоде. Это, короче, когда мы просто реально берем и отсюда что-то достаем. Все, вопросов нет. Так, этот чел что дает? Если подаешь на Нормана, вытяни карту. Ну, нормально. Мне Норман нужен. Почему? Потому что я сейчас на какой-то другой карте был. Все, я понял, что значит верхняя карта в колоде. Это когда мы не отсюда берем, просто отсюда. Изи. И, соответственно, какая выпадет, так судьба и распорядится. Легкотня. Все, раз, два, три. Поехали. Дальше я хожу. Верхняя карта в колоде. Один. Отлично. Дальше я хожу. Три. Норман. Дальше мне нужно снова три. Нет, Норман. Вытяни карту. Тяну карту. Хорошо. Дальше я хожу. Три. Хорошо. Дальше я хожу. Два. Потом я тяну карту. Дальше я тяну карту. И потом я хожу два. Только не один сейчас. Только. Блях. Два. Все, я выиграл. Я выиграл. До свидания, лошара. Наконец-то. С какого? С десятого раза мы с тобой это сделали? Забавно. Так, коллеги. Я установил этот сейф, чтобы хранить особо чувствительные предметы, недоступным для кукол мести. Комбинацию не пишу на случай, если кто-то из них вдруг умеет читать. Скажем так, она поможет вам увидеть обратную сторону многих вещей. Барри Грин, глава службы безопасности. Обратную сторону вещей? Что ты несешь? Опасность нас сейчас могут съесть, поэтому и хилочки-то у нас сейчас нет. Кажется, чего-то не хватает. Да, например, циферблата. Но ключ-то мы получили. Нам срочно нужно сейвиться, слушай. Бутылочка. Обратную сторону каких-то там вещей. Ой, нормально. Нормально. О! Зачем патрон-то трачу? Я совсем придурочный? Хотя, может, нужно выиграть? Мне что-то дадут? Мне ничего не дали за это. Я просто просрал патроны. Или мне дали патроны? Ничего не ясно. Так, где мы с тобой заходили? Вот здесь, получается. У нас есть красный ключ. А вот эта дверь, я теперь открою ее? Да, открывается красным ключом. Все, красава. Теперь мы очень много дверей можем еще открыть. Тихо. Здесь у нас что-то, знаешь, такое закадровое. Камеры стоят. Это мы с тобой в той самой руке сейчас находимся. Прикольно. Бобина. В ящике нет инструментов. Четыре штучки нужно. Ее нужно вставить сюда, чтобы посмотреть кинцо. Так, очень жалко, что здесь нет сохраняшечки. Мне бы сохраняшечки сейчас бы только в путь было. Так, давай я на всех пожарные возьму дробаш, чтобы быстро среагировать. Так, мы входили, получается, здесь. А нужна дверь напротив, да? Вот это нужна дверь, получается. Хорошо. Тихо. Тихо. Ааа, я понял, где мы вышли. Офигеть. Офигеть. Так, это все, конечно, здорово и классно, но... Еще у нас есть одна дверь. Заходим сюда. И красная маска. Ля, дайте мне сохраниться, пожалуйста. Ну это ж пипец. Столько лута. У меня инвентарь вообще никакущий. Я хочу сохраниться, я хочу себе гранат понабрать. А бежать туда? Ну как-то такое себе, если честно. Очень мало сейвов. Что с алфавитом он кричит? С алфавитом все нормально, дружище. Все, мы помним, что одна, получается, красная маска лежит вот в этой двери, где два чувака дурочка связаны. Давай сходим еще раз к ним, может, на студию. Вот эту вот телевизионную. Ля, ну я, честно, уже запутался. Прям в край. Где? Чего? Куда? Вот эти вот перекидывания между дверьми, конечно, я понимаю, что это фишка этой игры. Но, блин, это сложно. Так, мы с тобой где зашли? Там, получается, заходим сюда теперь. Или вообще вниз. Скотч сейчас сразу заюзаем. Здесь мы взять ничего не можем. Здесь мы взять ничего не можем. Холодильничек. Хилочку, кстати, хилочку можем взять. Мы сейчас с тобой освободимся от скотча. Не надо. Сдрисни. Связываем. И, возможно, появляется место под хилочку. Возможно, появляется место под хилочку. Нет, не появляется. О! О! Да ладно! Нет, не можем. Некоторые потрошки стакать можем, которых не так много, а которых много, к сожалению, нет. Все, берем хилочку. Хилочку берем. Юзаем ее сразу же, моментально. Применить, конечно. Все. И бежим, бежим, бежим на студичку. Вроде как, это куда-то сюда. То есть, вот этих чуваков вообще получается, они не одноразовые, как мы думали. Но и связать их нельзя. Классный мы сделали крюк. Обожаю. Реально, у меня с дислокацией явные проблемы. А, мы сюда могли зайти все это время? Серьезно? Кто это? Что за... До свидания. Его надо завалить? Это что еще за чудище? Так это тот обжора. Я тебе говорил, он ходит, бродит. О, хилочки. Еще можно заюзать. Применить. Мне нужна сохраняшка. Я типа, понимаешь, в этой серии с тобой очень много прошел. Я вот опять же не знаю, этого чувака нужно ли сейчас валить. Ну, ты прикинь, сколько ему хп нужно? Стремная хрень, он бегает быстро, у него хп миллиард. Я прям это чувствую. Так, слушай, пока что я к нему не пойду, нафиг оно надо. Но что-то еще здесь делать тоже не ясно. Что именно? Бобины. Так. Один, два, три, четыре. То есть тут нужно будет этот фильм воспроизвести, я так понимаю. И вот жалко, что я не могу их типа выкинуть вот сюда, поставить бобину и снова забрать. О! Папет Спейс Квест. Носочный Космический Квест. Забавно. Такс, да, потому что вот видишь, как бы есть одна бобина, я бы ее с удовольствием вставил сюда, но у меня нету на это места. Один патрон тоже как-то не кстати здесь. О! Так кино все-таки показывают, что ли? Сити Трибюн, 5.16 ноября, 79-й год. Куклы в космосе в отрыве от реальности. Автор Ричард Лайсбери. Две звезды из пяти. В целом, Куклы в космосе и новый фильм во вселенной My Friendly Neighborhood кажется довольно добродным. Вместе с куклами мы снова отправляемся в большое путешествие, на этот раз в космос, в поисках планеты Тыквиц. И снова она сопровождает незадачливая кинозвезда второго эшелона, призванная разбавить драматизмом забавные ужимки друзей. Фильм, ладно, скроен и местами даже забавен. Проблема в том, что это именно то, чего мы привыкли ждать от тряпичной команды Герцвельда. Самое примечательное здесь пустота и бессодержательность космического пейзажа. И я говорю вовсе не о визуальных эффектах. Здесь нет сияющих сокровищ, яркой игры знаменитостей и даже старого доброго насилия, которое так будоражит зрителей. Одни лишь давным-давно надоевшие нравоучения для детишек. Даже на другой стороне галактики куклы могут предложить только все ту же поеденную молью банальщину. Ясно. Ясно, ясно. Ясно, что ничего не ясно. Бобину мы можем вставлять куда угодно. Сюда можем вставить, сюда можем вставить. То есть, конечно, нужен какой-то шифр. И потом в определенном порядке мы с тобой должны это все запустить. Охренеть. Квестов реально миллиард. Нам с тобой нужно бежать сохраняться. Причем сделать это нужно как-то безопасно. Через того дурачка я идти явно не хочу. А, это вообще другое место. Я подумал, он здесь стоит. А это вообще другая локация. Прикол. Так, здесь у нас с тобой был лут. Это мы взять не можем. А вот здесь. Слушай, может в него гранату фигануть? Да, 100% в рот. У него же рот открыт. Вот нам, соответственно, нужна хаешечка. Которую мы сможем туда жахнуть. Но, я думаю, что этим мы уже займемся в следующей серии. Это нам надо с тобой заканчивать. Поэтому мы возвращаемся в наше... Ёба. Ёба. А-а-а! Не надо! Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Очень страшно. Очень страшно. Так, давай сразу его жахнем, может быть. хаешка у нас на что на 1 так смотри у нас сейчас получается 3 нет 3 и 4 3 4 хорошо он здесь откуда оказался сейчас его здесь нет серьезно то есть у нас будет преследовать по всей этой локации для он очень стрёмно реально я просто не знаю сколько мне нужно потрошек для того чтобы его уничтожить но получается мы реально на одну гигантскую локацию у нас всего один сейф-поинт это так странно там мы с тобой бегали попаду он здесь подожди я не туда зашел там мы с тобой бегали по гигантским просто локациям подожди а в смысле я не туда зашел а он внизу конечно же и у нас было ну несколько сейф-поинтов точно там где мы нашли вроде как дробовик рядышком там где у нас был вот этот длинный коридор здесь он всего один на такую гигантскую локацию но в любом случае мы с тобой молодцы то что соответственно нашли вот реально ему сто процентов нужно просто докинуть гранату его разорвет он ее съест он ее съест и поэтому его расхреначит но опять же это все мы с тобой увидим следующей серии давай сейчас сразу подумаем что нам не нужно болтарез нам не нужен так что я сделал подожди секунду нет хилочка нужно сейчас убираем болтарез убрать убираем я думаю квадратный ключ убираем круглый ключ убираем маску потому что пока что мы не знаем куда ее ставить и в целом все остальное как-то здесь нужно так аккуратненько по фэншу распределить этот сюда этот сюда набрать дофигища хаешщик нормально у нас здесь с тобой хватит и на маску и на хаешки которые мы будем с тобой активно применять следующей серии ну а пока что мы делаем сейф стейшн здоровье у нас хорошее и на этом соответственно заканчиваем нашу серию по веселым и дружелюбным соседям хотя как мы выясняем с каждой серии нифига и не таким если вам понравилось данное видео обязательно поставьте ему большой палец вверх также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик все удовольствием курсе выходных видосов и также подписывайтесь на все ссылочки из описания но с вами был ваш такстров всем хорошего настроения всем удачи и всем пока пока и огромное спасибо тебе за просмотр